Один военный погиб, шестеро ранено. Такая неутешительная информация поступает из зоны АТО. С начала суток противник 28 раз обстрелял позиции украинских военных по всей линии разграничения. Продолжат наши корреспонденты. Как только стемнело, боевики начали обстреливать частный сектор в Авдеевке минами 120-мм калибра. В домах повреждена кровля, стены, выбиты окна, задело и линию электропередач. Никто из местных жителей не пострадал. Вон оттуда, сюда летели все. Это осколки. Так, это осколки, 120-мм мины. Разрушение зафиксировали полицейские и представители совместного центра координации и контроля. Остаться в таком возрасте без ничего. Там у меня же теперь ни газа, ничего нет. Все, вчера с окна полетели. Ну что это за такое? В целом ситуация в зоне АТО, как и вчера напряженная. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли контрольный пост Марьенко. Пострадавших нет. А в районе Ясиноватой наемники провоцируют украинских военных. При этом ставят свои расчеты между жилыми домами. Прикрываясь мирными, между хатами, встали, поставили пулемет, дали с АГС, бахнули и отошли. Иногда, говорят военные, боевики пытаются зайти в тыл. Зимой было нормально, сейчас все зеленое. Они выходят, никого нет. Они проходят. И вот так можно зайти, кто знает куда стрелить. Поэтому где-то отсюда и отсюда, вот на этом секте, мы их встречаем. С начала года врага 28 раз обстрелял опорные пункты Збройных сил Украины. В крайних случаях, когда возникла непосредственная загроза жизни и здоровья военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие в огне в ответ. А ближе к вечеру из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. По предварительным данным, погиб один украинский военнослужащий. Двое получили ранения. Павлина Василенко. Подробности. Телеканал Интер.